Приветствую, Полина. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И хочу сообщить, что наш проект «Условное голодание на эфирных маслах» набирает обороты. И что Полина уже разгребает кучу сообщений, заявок от людей, которые решили рискнуть. Хотя между нами, говоря, рисковать тут наоборот. Нечего, когда ты идешь в проект под присмотром. То есть эти люди решили заняться своим здоровьем и стали присылать свои заявки в личку Полине, как мы и указываем по первой ссылке под нашим видео. И у меня уже даже стало закрадываться такое подозрение. Полина, не будет ли у тебя слишком много нагрузки в этом марафоне по ведению таких людей, то есть по ответам на их вопросы? Я представляю, что вопросов будет очень много. Будешь ли ты успевать с ними справляться? Как ты думаешь? Ну, на данный момент у меня спланировано. Вот. Но я же не одна. То есть мы все команды, и у нас есть чат. И в этом чате очень много наших партнеров, которые тоже все реагируют. Поэтому я не вижу какой-то особой проблемы. Это радует. Это радует. Да. Я это в ответ. Все держим руку на пульсе, так сказать. Да, я этого ответа и ожидала от тебя, потому что я-то знала, что будет большой интерес. И причем этот интерес, он будет всегда. Это не какое-то разовое мероприятие. Я хочу просто еще раз напомнить тем, кто, может быть, впервые зашел вообще на мой канал, либо впервые смотрит это видео. Я просто хочу напомнить зрителям, что это видео – это один из выходов нашего цикла. Цикл называется «Условное голодание на эфирных маслах». И мы с Полиной занимаемся освещением темы очищения организма по огонян, но интегрировали в эту систему еще и эфирные масла Дотера, потому что сами на своем опыте убедились в том, что этот альянс очень хорошо работает. И вы можете по ссылкам вверху экрана посмотреть и другие наши выпуски из этого цикла, чтобы вам было понятнее, о чем здесь, собственно, речь. И в сегодняшнем видео, наш сегодняшний выход посвящен аутоиммунным заболеваниям. Этот выбор не случайен. Мало того, что это вообще такая самая часто встречающаяся проблема по здоровью среди тех людей, которые обращаются ко мне, обращаются в марафоны, на консультации, но это еще и тема номер один, собственно, героя нашего цикла – Полины Бутман. И, Полина, у меня к тебе вопрос. Когда вообще ты столкнулась в своей жизни впервые с этим приговором аутоиммунных заболеваний? Расскажи, пожалуйста. Ну, я бы не назвала прям приговором. Ну, подожди, я хочу опровергнуть твои слова. Именно так люди и называют этот диагноз, когда они приходят ко мне с потухшими глазами, с опущенными руками и с безнадегой. Они именно так и говорят. Мне вынесли приговор аутоиммунных заболеваний. То есть это мы с тобой уже теперь знаем, что это не приговор. А многие этого не знают. Поэтому я так и выразилась. Ну, извини. Я просто, как бы, теперь, Шатул, ты сказала, да, что многие... Я вспомнила про себя тоже, когда я к тебе пришла, да, что я тоже была в отчаянии. Собственно, я бы и не стала ничего это делать, но я была просто в отчаянии, да. И поэтому, да, сейчас, как бы, оборачиваясь-то назад, да, я понимаю, что у меня есть такой инструмент в руках, да, который, как бы, этот приговор, скажем, превращает вовсе в неприговор. Да, да. Хорошо, я вернусь к твоему вопросу. Ну, значит, ну, вот я, по-моему, уже в прошлый раз рассказывала, что, к сожалению, как-то вот прям с детства на меня все начало падать. И вот где-то лет в пять, по-моему, в шесть вот так это обнаружили. И это было совершенно случайно. Просто я, ну, пятилетний ребенок, мама купает ребенка и обнаруживает у него на теле какие-то странные пятна, да. Меня сразу берут в охапку, ведут к кожному врачу, вот, и они разводят руками и не могут понять, что это такое. Вот, потом, значит, папа там каким-то образом договорился в Москве. То есть мы жили в таком, можно сказать, глухом в то время месте в городе Кирове. Сейчас он уже там стал такой город, где многие даже знают о его существовании. Вот, ну, так, для географии вот это около Нижнего Новгорода. Вот, и там, конечно, врачи не асы какие-то, да, обычные, там, местные врачи. Вот, меня привезли в Москву, и там тут же мне поставили диагноз склеродермия. Это такое тоже коварное заболевание. Оно проявляется на кожных покровах, но иногда и поражаются внутренние органы. То есть, в принципе, возможно, что уже поражение началось и тогда. Да, вот, и потом, вот, уже во взрослом возрасте, как бы второе аутоимонное заболевание мне поставили. Это было где-то в 2019 году. Коллагеноз, это такое, ну, я уже, по-моему, в прошлый раз говорила о том, что это заболевание, общее название над всеми. То есть, в принципе, склеродермия тоже относится к кикам коллагенозов. Вот, это поражение ткани, организма. То есть, как бы, организм сам с собой начинает бороться, то есть, сам себя уничтожать. Вот. И, ну, вот, такая предыстория. То есть, это уже в пять лет уже такое случилось. Ты бываешь совсем... Вам продолжилось, так скажем, ребенок. Ребенок. Но в другом видео появилось. Я, например, познакомилась с этим понятием аутоимонное заболевание еще очень давно, но, к счастью, не на своем опыте. А у меня была просто моя приятельница, подруга. Это было много лет назад. И она как-то стала болеть. Что-то у нее там начали болеть суставы. И замучили какие-то аллергии. В общем, все было очень непонятно. Она пошла по врачам. И когда я у нее спросила, ну, что там у тебя, какие дела, что тебе сказал врач, что у тебя, что с тобой происходит, она мне сказала такую загадочную фразу. Мой врач сказал мне, что мой иммунитет восстал против моего организма. Для меня это тогда было... Ну, это было очень давно. Я тогда вообще не имела никакого отношения к натуропатии. И для меня эта фраза была очень туманная. Как это иммунитет? Иммунитет это то, что служит человеку. Это то, что защищает его от заболеваний. И вдруг иммунитет восстает против самого человека. Это на каком же основании? Это почему же? Это где же такое прописание, да? Чтобы, собственно, человек стал жертвой собственного иммунитета. Но тогда, как я уже говорю, я не имела отношения к натуропатии. И для меня эта туманная фраза, она так и осталась туманной. Я просто стала жить дальше, поскольку у меня-то проблем не было такого рода. И, собственно, на этом было и всё. И прошло много времени. И потом наступил уже 2016-й, когда я начала заниматься натуропатией. И потом далее и далее я стала погружаться в чтение книг. И эта тема очень ярко всплыла. И тогда вот я снова вспомнила про эту мою приятельницу. Про эту туманную фразу. И меня очень... Во-первых, меня очень вдохновило на поиски решения путей. На поиски путей для решения этой проблемы. Книга Стивена Гандри «Парадокс растений». Я даже выпустила обзорное видео тогда на Ютубе. Но меня там закидали тухлыми помидорами очень многие. И сказали, да, это же Стивен Гандри. Он протаскивает свои добавки туда-сюда. Но на самом деле меня вообще не волновало, что он протаскивает. Потому что все что-то протаскивают. Каждый протаскивает своё. Мы в данном случае протаскиваем марафон. Но мы протаскиваем его в самом хорошем смысле слова. Потому что мы предлагаем людям пути. В хорошем смысле. Пути решения. Но также Стивен Гандри, он тоже предлагал какие-то пути. Но главное, что меня вдохновило, это его объяснение, как происходит вот это самое восстание иммунитета против самого человека. То есть причина лежит в кишечнике. И всем сейчас, у всех на слуху вот это словосочетание синдром дырявого кишечника. Просто многие это понимают как буквально дырки в кишечнике. Но на самом деле это, конечно же, не так. Если бы кишечник был дырявым, то это была бы верная смерть. Слава богу, что такое это. Это просто в кавычках синдром дырявого кишечника. На самом деле речь идет о воспалительном процессе в кишечнике. О глубоком и длительном воспалительном процессе, который приводит к истончению стенок кишечника на некоторых участках. И вот эти самые участки, где особенно истончена оболочка, они являются пропускными воротами для нерасщепленных белков. Белков как животного, так и растительного происхождения. И когда нерасщепленные белки попадают сквозь дырявые стенки кишечника, так называемые, в кровь, в кровоток, то организм это воспринимает как нашествие врага. Потому что такого быть не должно. Но белки должны расщепляться до аминокислот, до мельчайших атомов. И человек не должен страдать. Но по факту получается, что белки все-таки проникают в кровь. Естественно, организм восстает. Он начинает выработку антител для того, чтобы уничтожать этого врага. Но случается парадокс. И парадокс состоит в том, что под раздачу попадают и собственные ткани человека. Потому что они имеют схожее белковое строение. Вот в этом и состоит трагедия человечества. Что мы допустили вот это состояние дырявого кишечника. Это одна сторона. А вторая сторона мы допустили перебор с белком. Ведь последние десятилетия только и слышно, что добирать нормы белка. Без белка человек никто. Белок, белок, белок. Тут и там. Даже не говорю о мясоедах. Барбар с белком. Я уже не говорю о мясоедах, которые едят животный белок с утра и до ночи. И я так ела тоже раньше. Утром яйца. Потом творог. В обед какое-нибудь мясо. На ужин какая-нибудь рыба. Это было очень много белка. Но даже вегетарианцы стремятся добрать белок бобовыми, орехами и прочими растительными белками. Хотя на самом деле вот эта белковая теория, она не имеет под собой никакого доказательства, что это действительно нужно. Но это не тема сегодняшнего разговора. Но суть в том, что белка, конечно же, человек перебирает. И этот самый белок, как белок растений, так и белок животных, он играет вот эту самую коварную роль. Таким образом, мы к чему пришли? Мы нашли причину аутоиммунных заболеваний. То есть начинается разрушение тканей. Разрушаются твердые ткани. То есть начинают лететь суставы. Разрушаются и мягкие ткани. Это может и поджелудочная железа страдать, и щитовидная железа, и кожные заболевания. В общем, много разных разрушительных процессов происходит в организме. Именно из-за этой аутоиммунной войны. Таким образом, зная причину, я пришла к выводу, что если мы будем заниматься кишечником и доведем его до идеального состояния, залечим стеночки. Причем залечим не лекарствами, конечно же, а с помощью коррекции питания, с помощью очищения. Почему случаются воспаления в кишечнике? Потому что там царит бардак. Там идет брожение и гниение хроническое. В результате чего идут воспалительные процессы. И если мы отладим это все с помощью питания и очищения, плюс эфирные масла, мы придем к победе. И мы полностью ликвидируем причину для развития аутоиммунных заболеваний. Таким образом, мы победим аутоиммунные заболевания, которые медицина признает неизлечимым. Что ты можешь сказать по этому поводу? Я хотела сначала, как бы, хотела тебе дать выговориться. Хотела показать, что у меня вот тоже я подготовилась. У меня тоже есть... Да, у меня тоже есть эта книга. Я правда... Растение, которое ты же мне и прислала из России в свое время. Ну, это такое отступление, да, теперь к твоему вопросу. У меня, к сожалению, нет однозначного ответа, потому что твой вопрос по поводу излечимости, неизлечимости, да, это больше, как бы, я думаю, момент дисциплины, потому что я, конечно, не совсем так дисциплинированно все исполняла. Вот, то есть, возможно, результаты достичь можно и лучше, чем я. Вот, но, во всяком случае, моя задача, когда я вот все практиковала, моя задача была избавиться от боли. То есть, боль, это была вообще моя самая основная мотиватор, можно сказать, вообще на все, что я делала. Вот, и с другой стороны, я считаю, что вот как раз именно боль, она мне, как бы, была противодным таким звездой, что ли, куда идти, потому что организм откликался. Есть боль, есть проблема. Значит, нет боли, да, значит, все нормально. Ну, как бы, то есть, это такой вот, да, ориентир был, что ли. Вот, и благодаря боли, собственно, да, я научилась слушать свой организм и прислушиваться, да, к своим, что мне хорошо, что мне плохо. К сожалению, вот такой вот, скажем, не очень приятный способ, да, ориентирования, но вот по-другому со мной почему-то не получалось. Вот, и потом, потом еще, значит, я ходила уже, говорю, по врачам там, все вот это выяснялось. Конечно, ну, все мы нормально живем в этом обществе, у нас есть врачи, мы идем к врачам, везде даже говорят, что вот если там вы там занимаетесь самолечением, тра-ля-ля, ну, вот если там ничего не помогает, идите к врачу, да, то есть всегда идите к врачу. Вот, поэтому, конечно, я ходила по врачам, вот, насколько они мне помогали, но у меня там свои счеты с врачами, классическими, я имею в виду, потому что, говорю, то, что потом мне пришлось самой разгребать, да, за тем, что как они меня налечили, вот, и потом еще вот у меня была акустическая операция, то есть тоже, в общем, много они мне, так скажем, навредили, вот, и может быть у меня поэтому какое-то было вот изначально стремление найти какой-то альтернативный способ. И когда я узнала о возможности самолечения в том смысле, что вот есть, скажем, методы обратиться к своему собственному организму и, скажем, воспринять его как самовосстанавливающуюся систему, да, когда я об этом узнала, что на самом деле нам все уже дано, да, искусственным образом бегаем, что-то ищем, где-то какую-то помощь на стороне, на самом деле нужно просто обратиться к своему организму, послушать его и сделать так, как он тебя просит, а не так, чтобы доводить его до состояния, что он уже кричит и говорит, все, остановись уже, да, вот, и это было, конечно, для меня облегчение, опять же, возвращаясь к Марве Аганян, что она, будучи биохимиком, будучи врачом, вдруг, можно сказать, встала против своих же коллег, да, то есть ее все, все, и весь ее метод, он на самом деле против классической медицины, вот, и поэтому, конечно, меня это очень сильно вдохновило тогда, вот, но что я еще хотела сказать, что, как бы, когда я начала вот уже практиковать условное голодание, я была на учете у ревматолога с моим вот аутоиммунным заболеванием, и он мне вот делает каждые, там, 6 месяцев, он мне проверяет анализы крови, вот, и вот сколько я уже, у меня уже прошла боль, все прошло, можно сказать, я просто чисто для профилактики делаю дальше все, вот, чтобы поддерживать свое состояние, но анализы мои, они ничего не показывают, никакого улучшения, ни ухудшения, я к нему каждый раз прихожу, ну, у вас уже все то же самое, вот, такое ощущение у меня, что вот эти вот, это поражение, которое произошло, оно как вот такой штамп, может быть, на ДНК, где-то там стоит, вот, что оно, вот, ну, как маркер, что ли, да, что вот оно было когда-то поражено, и уже оно везде, где-то этот маркер стоит на любой, что ты позже делаешь анализ крови, что ты раньше делаешь, оно вот где-то там запечатлено, что у тебя уже пометили, типа, у меня там коллагеноз, вот, и потом я стала искать в интернете тоже ответы, как вообще у других людей, вот, и многие просто сказали, что у тебя, ну, анализ крови может ничего не показывать, свое нормальное, то есть, актуальное состояние, то есть, оно может у тебя там в анализах отражаться, да, что у тебя есть вот эти ревматичные, ревматоидные вот эти вот модели, ну, ревматолог делает свою сторону, ревматоидные вот эти вот анализы, вот, но ты можешь прекрасно себя чувствовать, ты можешь там трясать и вообще ничего, никаких сложностей не испытывать, вот, поэтому, как бы, я с осторожностью, как бы, говорю об этом, что насколько излечимо, да, с другой стороны, я понимаю, что, говорю, я там не всегда, жизнь, она сложная штука, да, не всегда удается соблюдать все правила, там, регулярно делать условное голодание и так далее, и так далее, поэтому я бы, вот, со своей стороны не рискнула говорить, что вот это так или не так, да, но, как бы, у меня пока не самые лучшие результаты, я думаю, что есть люди, которые достигнут, может, более лучших результатов, во всяком случае, я уверена, что, ну, про то, что мы начали разговор, да, про приговор, не приговор, я считаю, что это не приговор, вот, вот, нужно просто, действительно, упорство какое-то, вот, и дать возможности помочь организму восстановиться, ну, то есть, помочь себе самому, так скажем, я не знаю, что ты на эту тему говоришь. Ну, я, ну, я так поняла тебя, что теоретически ты, как бы, как бы соглашаешься со мной, да, что это заболевание, в принципе, излечимо, но практически ты пока не убедилась в этом. Ну, у меня нет, вот, если бы у меня анализы показали, что все прошло, да, я бы, конечно, сказала, да, но излечимо, но, опять же, я понимаю, что я же тоже тут причастна, да, от меня тоже много зависит. Ну, да, во-первых, вот тут хочется поразмышлять над твоей ситуацией, во-первых, не надо, точнее, надо, надо учитывать тот факт, что у тебя это очень давнее заболевание, то есть с пяти лет оно уже, а сейчас тебе на минуточку сколько? Исполнилось пятьдесят два. Пятьдесят два. То есть этому заболеванию уже несколько десятилетий, и я не знаю вот насчет отпечатка, ты сказала генетический отпечаток там, да, что... Что я так себе придумала. Ну, нет, я понимаю, что за этим стоит, мы не знаем, на самом деле мы не знаем, да, если вообще какая-то точка, как это называется, точка возврата или точка невозврата, ну, трудно сказать, потому что заболевание относится к разряду таких таинственных, да, и стоит только посмотреть на список причин, которые медицина, да, там, да, это целая простыня причины, а в итоге никто не знает. Но мне нравится вот эта версия дырявого кишечника, и я все равно буду продолжать на ней настаивать, что да, хорошо, ладно, пусть мы не будем утверждать, что на сто процентов мы можем вылечить, но ты же вошла в очень хорошую ремиссию, ты же сама утверждаешь, что пока ты соблюдаешь какие-то определенные правила, правила, я имею в виду в питании, да, в регулярном отречении, теперь еще плюс масла, то ты чувствуешь по симптомам, что тебе намного лучше. Но если отступать от правил, то все возвращается вновь, то есть мы делаем вывод, что да, действительно, там еще пока сидит причина, и может быть она действительно вот именно на каком-то глубоком таком отпечатке, на генетическом, что может быть даже и не всегда это и на сто процентов кишечник, может быть, хотя мне, конечно, как-то больше, ближе все-таки версия кишечника, но не будем еще и забывать о том, что твой опыт, хотя он и довольно уже большой, но он не огромный, то есть у тебя впереди, наверное, еще, я так полагаю, долгие-долгие годы. Я думаю, сейчас еще в связи с маслами, да, что это тоже у меня, я один раз только делала практику с маслами, вот, и тоже, ну, как бы, я хотела еще поправить, что на самом деле боли у меня вообще уже нет, ну, когда я, и только когда я действительно, я думаю, вообще у любого, наверное, человека, если ты питаешься какой-то определенной пищей, и потом ты перебарщиваешь с какими-то вещами, ну, не знаю, там, тот же белок, да, животных, то есть у любого человека, даже не больного аутоиммунного заболевания, начинаются какие-то проблемы, то есть они начинают возмущаться и говорят, ты что делаешь, да, вот, поэтому, как бы, то, что они возвращаются, это нормальная реакция, да, хорошо, что вот у меня такой, скажем, колокольчик внутри встроен, да, который мне говорит, слушай, все, хватит, нужно возвращаться на правильное. Да, вообще, вот, боль, это правда, это очень хороший мотиватор, и это очень громкий колокольчик, ведь боль, это и есть сигнал тела к тому, что, типа, дружище, ты чего, ты чего расслабился-то, вот, конечно, да, да, да и фиг с ним, с диагнозом, да, с анализами, пусть они там что-то показывают, пусть там что-то пишут тебе. Главное, мне даже врач сказал, ревматолог, что говорит, ну, я говорю, вот, ваши анализы, конечно, показывают, но вот у меня ничего не болит, я ему даже прямо признала, что я практикую, это, там, хайлфаст, это по-немецки называется, да, то есть лечебное голодание. Да, что он ответил? Хорошо, у вас ничего не болит? Замечательно, встретимся через полгода. Вот так у нас не вообще нет. То есть главное, это боль, да, если бы у нас возникали диагнозы просто так, и мы к ним относились просто как констатации факта, да, на кой черт они нам вообще-то сдались, эти диагнозы, но мы-то идем в эту тему-то, мы из-за боли же идем, боль, боль мешает жить, а боль в нас дело. Я жаловалась всегда тогда в начале, что я о чем мечтаю, это моя самая мечта, чтобы боль, наконец, меня покинула, и я думаю, что многие, даже кто сейчас нас слушает, да, многие будут, может быть, даже идентифицировать себя со мной, потому что я действительно такой вот, скажем, пример наглядный, да, живой пример, что бывает с человеком, и я думаю, даже вот сейчас в наше время, когда такое ужасное питание, что экология, что ты даже не знаешь, куда метнуться, у тебя там заходишь в магазин, там у тебя пластиковые продукты вот эти, да, где брать еду, так скажем, вот, и поэтому я думаю, что это какая-то, эта проблема там не только моя, но у многих, именно, причем мы это не хотели бы этого, да, но оно происходит, потому что наша жизнь в этом мире, да, она нас туда закапывает, так скажем, вот, и нам нужно самим с этим бороться и как-то себя спасать, потому что никто нас не спасет, кроме как мы себя сами. Да, и твой путь, он очень ясно это показывает, то есть уйти от боли, пусть даже, пусть сохраняются, да, какие-то там неважные анализы, но уйти от боли, это уже такой огромный шаг, это уже огромное достижение, поэтому не будем, наверное, спорить, да, о том, излечимо или неизлечимо, главное, это уйти от боли, это вот решающий фактор, и да, действительно, ты идешь, ты же, мы не можем сказать, что ты, о, победитель, да, все, я в конечной точке, да, ты же идешь, ты все равно продолжаешь идти этим путем, и это и ценно, что ты набираешь свой опыт на этом пути, и ты делишься этим опытом с людьми, и твои победы когда-нибудь станут победами других людей, вот суть, вот соль нашего мероприятия, нашего проекта, нести вот это в мир и показывать, как уходить от боли, вот это главное, и тем более путь с маслами, он тоже у тебя только начинается, ты только вот первый, да, первый год, вот, ну да, с мая еще даже и года нет, но ты уже получила массу прекрасных результатов, что еще будет впереди, в общем, не будем загадывать, там, закидываться шапками, да, будем просто в проведении вести за собой людей, тех, кто страдает от боли, от аутоиммунных заболеваний, причем неважно, неважно в какой части тела, в какой системе, любые аутоиммунные заболевания имеют разрешение, да, от, ну, имеют выход из боли именно с помощью вот этих методов, о которых мы говорим и которые мы практикуем, и сейчас хотелось бы повернуться к эфирным маслам, потому что про сам факт очищения уже многие знают, мы говорили, про сам факт коррекции питания говорить можно бесконечно, и в рамках одного видео, конечно, об этом не скажешь, но про эфирные масла мы сказать обязаны, расскажи о тех маслах, которые помогали тебе справляться с болью, и которые ты именно применяешь в теме аутоиммунных заболеваний. Ну, опять же, если мы возвращаемся к основному признаку, который, что людей беспокоит, да, с моим заболеванием, и меня, естественно, беспокоило, это боль, да, и, соответственно, вот, причем даже я тебе хочу сказать, что когда, вот я тебе, помнишь, рассказывала, что я на твою рассылку откликнулась, рассылка была как раз о теме, ты рассказывала про деблю, что про суставные, и так далее, и вот это было то, что меня как бы подцепило, и думаю, ага, надо вот с Байей связаться заново, у нас, по-моему, пауза была такая большая, что мы даже так особо не общались, вот, и я вот попала, по-моему, на твой то ли марафон, то ли семинар, я уже не помню, как это было, вот, и я вот все проштудировала что-то и говорила про деблю, и сразу вот купила тогда аптечку и попробовала, и первое мое ощущение было освобождение от боли, у меня как раз были текущие боли в колене, вот, потому что состарела эта же проблема, и я прям думаю, вау, одна или две минуты там, и все, и у меня боль ушла, вот, то есть это был, конечно, для меня шок, вот этот деблю, это был мой, как бы, фаворит на первое время, вот, а потом уже я начала экспериментировать, я вот как раз в нашем чате там читала, штудировала, тебя тоже мучила вопросами, и вот потом у меня были, по-моему, проблемы с зубами там еще были, я начала экспериментировать вот с Ладаном и с Капаевой, вот, и я там под язык его Ладан капала с Капаевой, и потом я замечаю, у меня воли прошли, вообще, то есть я в шоке была, как это, а специально я ничего не делала, совершенно случайно, и потом, вот я стала изучать, узнала, что Ладан, вообще король масел, да, что он действует на клеточном уровне, и что даже я где-то прочитала, что его называют, как бы, что он на ДНК как-то может позитивно воздействовать, что, как это называется, он знает механизм восстановления клеток, так скажем так. Да, ремонт клеток, Ладан отвечает за ремонт клеток, совершенно верно, поэтому он и входит во многие смеси, во многие протоколы, именно из-за того, что он как, как модулятор, да, наверное, вот этого клеточного, клеточной системы, вообще, человека. И, причем, я потом стала дальше копать-копать, ну, как обычно, да, я прочитала, по-моему, в ДТРовском курсе стояло, что у него, я только не хочу врать с цифрами, но чуть ли не 4000 соединений в этой сложной молекуле, да, то есть, это ж можно себе представить, значит, он может взаимодействовать в клетке с каждым каким-то элементом, с самой ДНК, то есть, это как бы логично, да, и объяснимо, почему он так действует, именно потому, что очень сложная молекула, и она каким-то чудесным образом там действует. И еще я сейчас припоминаю, что, собственно, главное там было, да, то есть, я говорю сейчас же об УГЭ, конечно, ну, и не только на УГЭ, да, и вообще выход из УГЭ, то есть, основное, что мне помогало, это то, что я регулярно принимала масло лимона, да, то есть, оно, да, и в подготовке у меня постоянно присутствовало, потому что это такой, можно сказать, легкий детекс, но он переходящий потом в серьезный детекс, да, который мы делаем на УГЭ. вот, и еще мой любимчик, так скажем, и по запаху, и по действию, это было вот, ну, я скажу немецкую нашу вариацию, дзенгейст, да, дзенгайст, вот, то есть, это тоже очень мощное масло, я, по-моему, даже в прошлый раз перечисляла, что там внутри, да, и я вот чувствую всегда мяту, конечно, то есть, она очень сильно помогает, вот, и там еще фенхель, он тоже очень смягчает спазмы, хориандр, эстрагон, хотя я даже не знала про то, что эстрагон, как действует, вот, но потом я почитала, что он тоже очень помогает, вот, стимулирует пищеварительную систему, то есть, вот эти два основные масла, наверное, которые, вот, прям мои были любимые, потом уже я, ну, там, рассказывала про циндокрин, да, он еще и печень поддерживает, но у меня просто таких проблем особо не было, только вот на УГЭ тогда была такая краткосрочная проблема, то есть, ну, вот это вот основное, то есть, я повторю, да, что я называла, люблю против мышечной боли, против боли в суставах, это мой был любимчик, вот, что я еще там говорила, а про ладанска пайбой, да, я вот потом даже в капсулу эту принимала, потому что не всегда приятно вот этот запах или вкус там, не всех масел, вот, и иногда как-то надоедает уже, и капсулу берешь, все, то есть, оно пошло действовать в кишечник, даже я больше из-за того, чтобы оно проникало именно в кишечник, да, а не останавливало где-то там во рту, ну, то есть, это было такое мое представление, что лучше гусина попадет в кишечник, и там работает, то есть, деблю, капайба и ладан, и вот последнее я сказала, лимон, дзенгест и циндокрин, вот это основное то, что меня спасало, вот, может, ты что-то добавишь. Я просто хочу немножко срезюмировать, и, ну, вот прям выделить точечно, подчеркнуть название этих масел для наших зрителей, которые, может быть, ну, впервые слышат о теме эфирных масел, и напомнить нашим зрителям, нашей аудитории о том, что эфирные масла, это не про то, что хорошо понюхать, хорошо пахнет, да, и создать какую-то эмоциональную атмосферу, но это прежде всего эфирные, настоящие эфирные масла терапевтического класса, коими являются масла Дотера, мы говорим о маслах только Дотера, это масла, которые имеют пищевой сертификат, и которые можно употреблять внутрь, если у него есть, у этого масла, показания к применению внутрь, и еще раз назову эти масла, которые Полина применяла внутрь и наружно для решения проблем с аутоиммунным заболеванием, во-первых, это ладан, масло, которое можно применять всеми тремя способами, и наружно, и внутрь, и ингаляционно, потому что ладан, это клеточная работа, это ремонт клеток, поскольку мы имеем дело с поражением глубоким, системным, на клеточном уровне, поэтому ладан, это база, это основа, а тем более у ладана есть такая функция, как усиление работы, эффекта действия других масел, поэтому их очень хорошо сработал ладан с капайбой, и капайба это второе масло, которое можно применять внутрь, это одно из любимейших масел вообще многих людей, потому что оно имеет приятный вкус, вообще эфирное масло это такая острая тема, и очень часто, поскольку это концентрированный продукт, то очень часто это запах резкий, и не всегда, не всеми принимается, именно поэтому мы часто в капсуле принимаем эфирное масло внутрь, но в данном случае, когда речь идет о капайбе, это прям хочется улыбаться, и такое мягкое, мягкое масло с ореховым вкусом, которое спокойно можно капать под язык, соединять с ладаном, с другими какими-то другими вещами, и это универсальное обезболивающее, вот почему без капайба мы вообще не входим в условное голодание, не занимаемся какими-то терапиями, потому что это мощный обезболиватель, а в сочетании с ладаном это еще более обезболивающий эффект, это первый момент. Второй момент, поскольку мы сейчас делаем более упор на суставные боли, а вот иммунная, мы говорим, что она затрагивает разные системы, но в данном случае с Полиной мы говорим о поражении костной ткани, и поэтому боли в суставах, это была очень яркая боль, которую мы купировали с помощью Deep Blue. Deep Blue это вообще мощнейшая, конечно, смесь, это смесь грушанка, камфора, ты можешь перечислить или не стоит? Я, к сожалению, не выписываюсь. Ну, грушанка это основное было. Да. Ну, в самом случае по запаху, да, то есть это именно сразу... Да, это яркий такой, да. Грушанка это сразу, ага, это Deep Blue, даже ты не перепутаешь это все. Да, грушанка и камфора, это такие явные, но там несколько масел, но эти названия мало что скажет нашим зрителям, но достаточно сказать того, что в этой смеси соединились несколько масел, каждая из которых играет свою роль, то есть есть масло, которое усиливает кровоток проблемному органу или части тела, а усиление кровотока это всегда облегчение боли, которые снимают спазмы и напряжения, которые убирают воспалительные процессы, которые, ну, как бы имеют такой охлаждающий эффект для того, чтобы еще более ярче, да, снять вот это болевое движение. Да, 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 еще несколько масел, которые вот в ансамбле как раз и дают вот этот самый обезболивающий эффект. Deep Blue это единственная, наверное, ну, одна из редких смесей, которую можно употреблять только наружно, только наружно. На этом пузырьке даже есть даже крышка такая необычная, более широкого диаметра, чтобы понимать, что это только наружно, и это именно опорно-двигательный аппарат. Хотя мы уже научились и головную боль снимать с помощью. Да, да, это тоже очень важно. Втирая в голову, это хорошая вещь. Вот. Обязательно, конечно, поскольку природа аутоиммунных заболеваний идет из кишечника, поэтому обязательно это эфирные масла для желудочно-кишечного тракта. Знаменитые зенгесты или дайджест зен, как мы его в России здесь называем, комплекс масел, которые решают проблемы и проблемки по всему желудочно-кишечному тракту. Это база. Это база. Без нее просто никуда. И, конечно, лимон. Конечно, это детокс. Как ты его говоришь, ласковый детокс. Я полностью согласна. Да, это такое вообще самое безобидное масло и самое приятное, наверное, да, вкусная вода с маслом лимона. Но, да, но, казалось бы, вот что такое, да, какой-то там самый недорогой, наверное, продукт дотерли, это масло лимона. Да, и, но на самом деле он, как заправский портной, просто латает вот эти самые воспалительные участки на протяжении желудочно-кишечного тракта. То есть это такой антивоспалитель. Вот такой вот дешевый, да, ласковый детокс. Еще и очень такой ярко выраженный антивоспалительный эффект. Вот, то есть у нас полный комплект. Ну и зендокрин, да, ты еще назвала. Да, да. Это не любила я его, потому что там герань, и она очень сильно для меня пахнет. Да, но без него никуда, да, поскольку мы имеем дело с детоксом, а это печень, а поддержка печени без нее тоже никуда, но мы научились принимать в капсулах. Главное, что у нас есть эти инструменты в руках, и мы их научились грамотно использовать. Так, и вот теперь я, поскольку, ну, мы сейчас больше, да, о суставах, но нужно напомнить, что аутоиммунные, это еще и очень часто, это прям вот две самые частые проблемы. Это суставы, и вторая, это щитовидная железа. Ну, это просто вот сплошь и рядом. Поэтому я должна упомянуть еще о протоколах. И в связи с этим хотела спросить у тебя, делала ли ты протоколы по симфонии клеток с эфирными маслами, да, какой у тебя, вот, по этой книге, покажу наши зрители. У меня вот нет такой книжечки. Ну, мне подарили эту книжку, на самом деле, да, мой наставник мне подарил эту книгу. Да, это просто вот вторая Библия, если по условному голоданию... Да, по маслам точно Библия. Это Библия, потому что она тоненькая, но это кладезь просто мощнейших инструментов, что такое протоколы, да. Протоколы – это техника, особая техника нанесения эфирных масел на позвоночник, на стопы, на воротниковую зону и вдыхание с помощью инвалиционного приема. И это решение проблем на клетчатом уровне. Применяла ли ты какие-то протоколы долгое, во время УГЭ? Ну, протоколы я принялась использовать уже сразу после того, как выпила масла, потому что ты мне... Помнишь, мы делали такой бодискан, так скажем? Да, помню. Когда самое начали, да? Я тебе написала все свои истории, всех своих... Ну, не истории, а просто все свои болезни, когда ты уже там за голову взялась. Вот, и там ты мне написала, видимо, проанализировав всю мою ситуацию, ты мне написала два протокола. Ну, то, что, видимо, первое, что тебе на тот момент казалось самым важным, да, это лимфатический максимальный. Да. Вот, лимфатический. Я его прям добросовестно делала, вот, сразу вот прям на него купила все масла. А на максимальный, потому что в максимальный там очень много было масел, такие недешевые масла, вот, то я его как бы по своей инициативе, так скажем, задвинула на потом, вот, и заменила его просто временно на базовый. То есть из максимального сделала в минимальный, но я тебе хочу сказать, что даже базовый протокол, а он базирует, почему базовый, можно даже сказать, базовый, базирующийся на домашней аптечке, да, то есть все масла практически базовым, ну, кроме вот этого Aroma Touch, да, там все масла присутствуют в аптечке. Вот, и поэтому я начала с него. И вот его я делала регулярно, и даже я как-то проглядела, что ты сказала, по-моему, через день, или где-то там в самой симфонии клеток тоже стоит там два раза, три раза в неделю. Я делала каждый день, вот, и я, конечно, почувствовала сразу эффекты. Я это делала, говорю, и до УГ, и потом во время УГ, это мне тоже очень помогало, что вот я просто, это у меня уже как ритуал, вот это зубы чистить, и вот у меня было, вот, сделать протокол себе. Причем вот я сама себе делала, то есть никто мне не делал, я себе, насколько я вот доставала до спины, там, до середины позвоночника, тоже себе мазала. То есть там, ну, я скажу сейчас, да, что основные, как бы, в каждом протоколе он начинается с ладана, наносится ладан на шеи и на плечи, и потом все остальные наносятся на весь позвоночник, ну, как вот сколько руки доставали снизу, сверху, да, я себе мазала, и обязательно на стопы. Стопы вообще очень важное место, там находятся все наши точки, которые ведут ко всем органам, и это известно и в традиционной китайской медицине, и там, по-моему, в буддийской тоже медицине, да, поэтому это все, конечно, учтено. Да, здесь даже все показано, да, все зоны, которые отвечают. Все эти знания, как бы, здесь уже учтены, применены, вот, даны нам в помощь, вот. Это, конечно, капитальная штука. Я потом даже начала уже сразу и на подруге практиковать, и она тоже там в шоке была. Она буквально, как я получила масла, она сразу там чем-то заболела. Мы стали делать ингаляции там с маслами, там, с эйр, и вот обязательно делали ей тоже протоколы. Вот, то есть это просто такое, скажем, основное, да, что нужно. Я еще вот хотела сейчас добавить коротко, когда уже я изучала курс Дотеры по маслам, что там было написано, что если вы наносите без базового масла, ну, масло, да, 4% как бы усваивается, потом, если с базовым 10%, а если вы делаете вот этот массаж, и потом еще прикрываете, как бы, ну, каким-то там полотенцем или еще, 75% масла работает, 75%, насколько важны вот эти протоколы, насколько они действенны. Если все соблюдать, то я думаю, что можно действительно очень больших результатов добиться. Да, и что мне вот нравится, что настолько просто пользоваться этой книгой. Да, да, схематично. Есть название протокола, дальше стоит перечень заболеваний, далее стоит перечень масел, которые нужно использовать, и напротив каждого масла условное обозначение, как именно его использовать, на позвоночник, на стопы, и в какой последовательности. То есть все на самом деле просто, но за этой простотой стоит такая мощь, такая мощь. У меня тоже есть свой опыт в использовании протоколов, но он немножко как бы не вписывается в рамки нашего, может быть, сегодняшней темы, но хотя, как сказать, бронхиальная астма, это тоже вполне себе серьезно. Да, это разве не аутоиммунное заболевание, нет? Мне кажется, тоже его же относятся к существу неизлечимых. Я связываю это не с аутоиммунным, потому что аутоиммунное, это идет как бы разрушение, разрушение тканей. А здесь мы имеем просто со скоплением гнойной мокроты, да, в альвеолах, просто в легочных альвеолах. Это я говорю сейчас про своего супруга, что мы-то добились глубочайшей ремиссии и до сих пор находимся в этой замечательной стадии, когда у нас безлекарственный период идет и период без приступов. За счет чего? За счет протокола дыхательный. Только когда мы ввели протокол, тогда мы получили мощнейший выход вот этого гноя из альвеол и продолжаем получать. И мы получили вот эту вот ремиссию, когда человек живет без приступов и без лекарств, астматик с более чем 20 лет стажа, это очень дорогого стоит. Поэтому вот это мощь. И вот ты сказала, что протокол максимальный, да, там дорогие масла, но извините меня, там и такие диагнозы, что даже не будешь смотреть на свой кошелек. Вот я прям несколько буквально назову, но это, во-первых, аутоиммунные заболевания. Это, например, глиомы головного мозга, волчанка, ипштейнбар, мононуклеоз, рак, пневмония, паразиты, остеосаркома, опухоли, и тут цирроз, саркома мягкой ткани. Это такие диагнозы, что тут уже... Я тебе хочу сказать, что я уже накопила, что я уже могу его практиковать. То есть я уже там, по-моему, одно или два масла у меня еще нет, но практически у меня все собрано, и я уже там даже думаю, какие тут те, что не достают. И просто, кстати, там же есть замечательная штука еще в конце, замена масел, да? То есть вот эти вот замены, я уже, по-моему, у меня тоже есть. Это вообще шикарная вещь, это гениальная идея. Если у тебя нет одного, ты берешь другой и двигаешься дальше, это тебя не останавливает. Да, главное действовать. Даже если на какое-то масло не хватает сейчас ресурсов финансовых, то вполне можно его заменить более дешевым аналогом из того же набора базового. Но делать, главное делать, что лучше пусть какое-то воздействие будет, чем не будет вообще никакого. Ну и должна просто еще упомянуть, что очень полезные протоколы при аутоиммунных заболеваниях, особенно во время условного глодания, это и эндокринный, и гормональный, и клеточный. Сами названия уже говорят за себя, что это именно вот Эдмина в эту тему. В общем, это бомба. Это просто бомба. И я счастлива, что в наших руках вот эти все инструменты есть. Я просто счастлива. И те люди, которые придут к нам в марафон для решения своих проблем, неважно, аутоиммунного характера или какого-то другого характера, они никогда не пожалеют, что они узнали вот про эти инструменты, что они научились ими пользоваться. Они обязательно получат пользу. У меня еще нет, наверное, ни одного примера, когда кто-то пожаловался, что на него вообще никак не подействовало. Она такого не была. Оно действует всегда у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени. Зависит от того, в каком состоянии находится человек, в каком контексте он это масло применял, насколько правильно, неправильно, на какой базе он это применял. Я имею в виду базу питания. В общем, это шикарная тема. Кстати, вот о питании. Я хотела все-таки, чтобы ты чуть-чуть про это проговорила. Какое именно питание, вот по твоему опыту, дает вот эту хорошую ремиссию без обострения боли? Расскажи об этом питании. Да, да, сейчас я расскажу. Ну, собственно, это я практикую, вот прям у меня, скажем, от одного условного голодания до другой. Вот этот промежуточный период, это, конечно, просто оставаться вот на этом питании преимущественно сыроеднее. То есть не всегда это получается. Зимой, конечно, тяжело, хочется чего-то вареного. Но я заметила, ну, это мои такие сейчас метафоры пойдут, да, что вот для меня не вареная пища, это живая пища, да, вот как живая вода есть, да, вот это живая пища. А которая вареная, она мертвая. Она вот когда ложится тебе в кишечник, вот, ну, там, да, попадает в тебя, и у тебя такое ощущение, что-то там положили, вот какую-то тряпку уже такую разваренную, да. И вот, ну, то есть никакой радости даже нет. Я даже не получаю особой энергии, да. А когда я вот, особенно после, когда выходишь из УГЭ, да, и вот первое, там, не знаю, я даже радовалась любому, вот травинке, вот зелененьким, как пахнет укропчик там, да. То есть это был такой кайф, и вот этот кайф, он сохраняется с тобой, вот, когда ты свежее что-то кушаешь, свежую зелень, там, те же вот эти коктейльчики, там, зеленые, да. Ты можешь экспериментировать до бесконечности, там, сочетать, что-то несочетаемое даже, да. Вот, потом всякие эти смуси, с фруктами, то есть это был такой кайф, и, ну, как бы не был, а даже и вот остается у меня, то есть я, я, мне не нужно вот эти вот все, которые потом продукты, еда, которые вот у меня вызывают какие-то мучения потом, какие-то там газы, потом какие-то еще что-то. Вот, я вот сразу думаю, даже вот когда просто подножу, еду в карту, и думаю, вот, ну, зачем оно мне вот потом, то есть я сразу думаю о том, что будет, да, и думаю, не, не надо. На тот же шоколад смотрю, не, не надо. Я лучше возьму какой-нибудь сухофрукт, он тоже вкусный, у меня не переводятся финики, инжир, вот, то есть для меня это такие конфетки, так скажем, вот, то есть зелень, овощи, фрукты, вот, кстати, еще про салаты щетки, может, не знаю, так упомянуть, что тоже все корнеплоды, это вообще мои лучшие друзья, причем их тоже есть, оказывается, очень много разных, вот, потом у меня всякие там фенфели, такие экзотические овощи, я тоже очень люблю, тот же мангольд, кстати, который вообще почему-то в России, он как-то не очень, да. Не, 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 мангольд, мангольд, я вот выращиваю мангольд на своем. Да, это просто выращиваете, как вот, ну, я сама ничего не выращиваю, я знаю, простейшее выращивание, такая, оно такое сочное, вот, то есть вот это вот все мое основное, конечно, там, когда приходишь в гости, да, тебя там угощают, какими-то там варенными вещами, но я не делаю из себя королеву, тут я не ем, конечно, я тоже это ем, но это не приносит такой радости, вот, когда ты что-то свежее кушаешь, вот, и поэтому в моем рационе, ну, вот сейчас вот зима наступила, особенно вот праздники были, да, то есть, конечно, там уже вместе со всеми кушаешь, там, там у меня уже там, я скажу так, вот сейчас было 50 на 50, вот сыроедение, вот, но я все равно каждый день салат щетка, это у меня вообще, я без него жить не могу, потому что я чувствую сразу проблемы, какие-то там застои, и очень себя нехорошо чувствую, и начинается, и вот я уже чувствую и в пальцах боли начинается, то есть, меня просто, как же, сказать, опять же, мой организм дисциплинирует, что вот я кушаю то, что мне хорошо, от чего, и у меня все хорошо, и как только я начинаю перебарщивать, вот с теми вещами, которые сложно для моего организма переваривать, он начинает мне уже там колокольчик включать, да, ну, вот так, в общих чертах, или ты хочешь это подробно? да, процентов 80 сыроедения, хотя бы, да, вот так, да, это как раз и есть, летом у меня вот всегда, даже, может, даже и больше, то есть, ну, летом, да, это классика, а вот уже в переходные периоды, там уже оно варьируется, так сказать, да, вот, ну, а оставшиеся там 10, 20, там 30 процентов, ну, я бы все-таки упор делала на жиры, хорошие жиры, там, какие-то хорошие растительные жиры, и хорошие животные жиры, вот, а белка, ну, его на самом деле, вот, чисто вот белка в том понимании, как это понимают люди, да, там кусок рыбы, яйцо и так далее, его много-то и не надо, его достаточно, но я тоже его кушаю, кстати, ну, это я не отрицаю, и я кушаю, но там все зависит от ситуации, да, либо человек пришел вообще в острой фазе, когда у него там пышным цветом все, да, там можно и убрать белок на время, и он не пострадает от этого, ну, либо это как у тебя стать, где вот такая уже спокойная, и ты можешь себе там иногда и рыбу позволить, и яйца, вот, и ты не страдаешь от этого, но я согласна, что вот это вот насчет вареной, это правда, вот когда ты привыкаешь есть ее каждый день, там хотя бы раз в день, она вроде и нормальна, но вот я по себе замечаю, стоит только отказаться от варенки и несколько дней побыть полностью на сыром, плюс жиры, естественно, плюс жиры, без жиров я просто не представляю свою жизнь, это жиры причем, да, это может быть и даже желтки куриные, да, сырые, там это и варенка, может быть и сметана, вот, но когда ты вот несколько дней буквально на сыром побудешь, просто не хочется возвращаться к варенке, потому что она действительно похожа на какую-то тряпку, которую тебе кинули туда, какая-то крахмалистая тряпка, там облакла твоей кишки, радости от нее нет, а когда ты ешь сырое, энергия прет, ты рыбишь весь мир, ты хочешь вообще обнять весь этот мир, ты хочешь прыгать, скакать, и я просто скачу по дому, вот я бегаю, тут недавно были праздники новогодние, мы тут собирались, там приезжали дети, мы пришли к маме, и я там начала передвигаться по комнатам, там из кухни туда-сюда, что-то там, стол на кровать, и я бегаю, а у меня дочка спрашивает, а ты куда торопишься-то? Я не знаю, а я привыкла бегать, я бегаю, я передвигаюсь очень быстро, и это образ моей жизни, просто потому что энергии прет, энергии много, и куда ее девать, а она идет на движение, тело само требует движения, вот этому всему мы учим, учим, я понимаю, что непосвященным зрителям это может показаться бредом, как это там на каком-то сыроедении, причем у многих сыроедений ассоциируется именно с листом капусты и с морковной, вот эта морковка, вот так в руках, вот лично у меня всегда было вот так, капуста и морковь, ну на самом деле, ведь мир сырой пищи растительной, он огромен, он огромен, даже больше, это больший ассортимент, нежели там мясо, лимонка, вот это каши, это огромный мир, вот, только кто хочет, тот найдет, вот, да, причем, вот, любовь к этой пище, она просыпается именно по ходу, по ходу работы над своим кишечником и по ходу работы со своей микрофлорой, но это ровно то, чем мы занимаемся на марафоне, и так, мы завершаем, сегодня наш разговор, может быть, получился длиннее, чем обычно, но и тема, согласитесь, такая, очень-очень животрепещущая, тема очень острая, аутоиммунные заболевания, еще раз, просто еще раз приглашаю вас присоединяться к нашему безумно полезному проекту, эфирное, условное глодание на эфирных маслах, ссылку на более подробную информацию и на запись на этот марафон вы найдете вот прямо внизу под видео, самая первая ссылка, первая фраза, заходите на нее, смотрите подробности, если что-то непонятно, обращайтесь, там указан контакт Полины, она вам все расскажет, все покажет, все объяснит, поможет вам зарегистрироваться в этот проект, сделать все правильно, и 16 января мы стартуем, групповой набор стартует, 16 еще есть время, но даже если вы сейчас смотрите это видео с опозданием, то есть, например, вы смотрите его там 17 января, 20 или еще какого-то, в любой день, когда бы вы не посмотрели это видео, вы можете войти в этот проект, потому что наш марафон бессрочный, мне хочется это писать большими буквами, прямо вот тут на лбу, и вот тут везде капсулы, бессрочные, это в долгую, это игра в долгую, это даже игра по-взрослому, но она в долгую, и она очень далеко и глубоко, потому что слишком глобальные проблемы мы тут решаем, вот, поэтому, когда бы вы не смотрели это видео, вы в любом случае заходите по ссылке и пишите по линии все, что вы хотите, да, какие проблемы вы хотите решить, чего вы боитесь, чего вы не боитесь, есть люди, которые не могут разобраться со своими страхами, я вот хочу быть здоровым, но я боюсь голодания, а мы вам объясним, почему не нужно бояться условного голодания, я вот хочу быть здоровым, но я не хочу быть сыроидом, а мы вам объясним, что не обязательно сразу становиться сыроидом, можно и по-другому корректировать свое питание, И мы научим, как вам сделать это комфортно, без насилия над собой и полюбить этот новый образ жизни, который ведет к здоровью. Все, ждем вас на нашем проекте. Марафон здоровья и стройности, условное голодание на эфирных маслах. Полина, куратор по части эфирных масел. Переходите по ссылке, регистрируйтесь. До встречи, дорогие друзья. Спасибо, Полина, за твой, как всегда, чудесный, прекрасный опыт. До новых встреч.